МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"РД-пятерка". АПЛОДИСМЕНТЫ Мы начинаем цепочку старшеклассников. Итак, у нас сегодня игроки 10-11 класса. 4 матча, 4 бескомпровисных поединка, 5 разных команд. Кто останется победителем? Начинает цепочку команды из разных районов нашего замечательного города. Слева от меня команда Ангелины Юровой, 69-я школа. Условно, звем, девчонки, ангелы. Ну, просто ангелы. Ангелина Юрова, 69-я. АПЛОДИСМЕНТЫ Им противостоят ребята из 5-й школы. Это уже другой район, это Железнодорожный. И капитан у них Николай Золотухин. Ну, условно, назовем его золотой человек, золотое сердце. Итак, Николай Золотухин, золотые сердца. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и сразу начнем. Блев, игра, наша замечательная Донетка. Ангелина, кто у вас умеет не только улыбаться, но еще и говорить да-нет? Пойдет на этот тур Маша. Маша, прекрасно. Николай, есть у вас Донетчик известный? С нашей стороны Анастасия. Итак, Маша против Настей, вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы, естественно, из совершенно разных областей знаний. Начнем мы с астрономии. Верите ли вы, что планету Венеру можно наблюдать в полночь? Прошу. Да, верю. Вот поговорите с своим учительом астрономии, и он вам расскажет, что Венера – это внутренняя планета, ее можно наблюдать только на восходе или на закате Солнца. Так что пять очков пролетели мимо вас, как планета Венера, мимо полуночи. Играем. Верите ли вы, что древние называли пролив между Европой и Африкой Геркулесовые столбы? Прошу. Верю. Конечно, так и называли. Играем. Верите ли вы, дорогие девушки, что существуют черепахи без панциря? Фальстарт, фальстарт у вас. За этим очень строго следит наш электронный судья. И у вас шанс, Анастасия. Не верю. Не верите? А вот есть такие кожистые черепахи или мягкотелы. И теперь вы это знаете. Играем. Верите ли вы, что в казино такое ужасное место, куда ходят проигрывать деньги? В казино нет окон. Маша? Нет, не верю. Но если бы в казино были окна, люди видели, что наступило утро и пора заканчивать, тратить деньги и уходить домой. А так уловка владельцев поставить вне времени посетителей. Теперь вы это знаете. И не ходите в эти плохие места. Играем. Верите ли вы, что первый приказ об обороне части германского вермахта получили 22 июня 41 года под Брестом? С командой ли перейти к обороне? Верите ли вы в это? Да. Да, верю. Да, именно там они наткнулись на сопротивление защитников Брестской крепости. Ну что ж, попались такие недоверчивые у нас девочки. И что Маша, что Анастасия. 5-5, равный бой. Начинаем дуэль игру. Вперед! Все четыре матча нашей старшей цепочки мы будем начинать с одной и той же темы. Нам нужна одна победа. И это не потому, что каждой команде, которая приходит на орудит пятерку, нужна победа. Не без этого. Но в этом году мы отмечаем 75-летие Великой Победы Советского Народа в Великой Отечественной Войне. Нам нужна одна победа. Ангелина, кто у вас помнит о подвиге наших дедов? О подвиге помнят все, однако на этот тур пойдет Катя. Великолепно. Катя, готовьтесь. Николай, золотой вы наш. Кто у вас спец по Великой Отечественной? Ну, раз золотой, то я и пойду. Великолепно. Итак, Екатерина против Николая. Вперед! Нам нужна одна победа. Эта приграничная крепость сопротивлялась гитлеровцам более месяца. Катя? Брестская. Прекрасно. Установки залпового огня БМ-8 и БМ-13 бойцы Красной Армии называли просто как? Катюша. Катюша. За неволю, за кайданы, рэште гитлерцев поганых. Стихи были адресованы белорусским кому? Солдатам. Белорусским солдатам. Увы, нет. Катюша, огонь. За неволю, за кайданы. Партизаны, партизаны, белорусские сыны, за неволю, за кайданы, рэште гитлерцев поганых. Вот такие добрые стихи. Играю. Этот герой Александра Твардовского вот взял и сбил из винтовки самолет. Да? Василий Теркин. Не горюй, немцы, это не последний самолет. И это правильный ответ, да. На реверсе, на обороте медали за взятие этого города дата 2 мая 1945 года. Берлин. Может. Берлин может. Может, конечно. Наша Красная Армия все может. Именно 2 мая был взят вражеский Берлин. 15-15. Следующий бой. Вперед. Так, Ангелы, Ангелина Юрова, сейчас нам нужен знаток литературы. Потому что тема называется «Начнем второй бой». Я вам читаю начало литературных произведений и вам тоже. А вы говорите мне, что это за произведение. Ангелина, есть у вас такой начитанный человек? Есть. Это Алина. Алина. Прекрасно. У Николая кто засыпает с электронной книжкой под подушкой? Не только с электронной. Глеб. Великолепно. Алина против Глеба. Вперед. Начали. Итак, я вам начало, вы мне название. Поехали. Посадил дед репку. Репка? Конечно. По межпустных болот белорусской земли, Нос берез жираки шумнотечной, Дремли память казен. Еще можно жать, что у нее быть утекли. А вот уже нельзя жать. Сдерванелый курган вековечный. Учили. Играем. Нелепанные, бяшет братья, Наченьте старыми словесы Трудных повестей о полку Игореве. Ну, все в вопросе. Повесть о полку Игореве. Повесть о полку Игореве не могу принять. Глеб, отвечайте. Понятно. На самом деле это слово о полку Игореве Замечательный памятник древнерусской литературы. Играем. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в доме Аблонских. Да, с литературой мы поторопились. Это Анна Каренина. Толстого помова на зубах. Уже навязала это начало. Продолжаем. Уж столько раз твердили миру, Что лесть гнусна, вредна, Да только все не впрок. И в сердце льстец Всегда отыщет уголок. Ну. Понятно. Вороний, как-то бог, послал кусочек сыру. Не с теми вы книжками засыпаете под подушкой, Уважаемые наши игроки. Пять очков принесла Алина. И то, наверное, потому, что Она в садике участвовала в постановке К сказке «Репка» в роли, наверное, мышки. 20-15. Может быть, с географией нам больше повезет. Следующий бой. Итак, география. Кого наша Ангелина возьмет пинцетом И отправит гулять по глобусу? Ну, я отправлю Машу. Машу. Прекрасно. Маша, Николай, кто у вас отправится В какое-нибудь такое романтическое путешествие? Тот, кто побывал уже везде. Никита. Хорошо. Итак, Маша против Никиты. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Буквально с греческого Камчатка расположены в этой части света. Фальстарт Маша. За этим очень строго следит наш электронный судья. И у Никиты есть шанс. Азия. Азия. Принимается. АПЛОДИСМЕНТЫ Его длина 40 тысяч километров. И Машенька, ну снова фальстарт, что же вы делаете? Подарили 5 очков Никите? Экватор. Экватор, конечно. АПЛОДИСМЕНТЫ И заканчиваем. Карту этого острова писатель Стивенсон нарисовал собственноручно. Что же такого написал? Может, Остров чудес? Остров чудес не совсем. Тема-то Алиса в стране чудес была у Стивенсона. Мальчик Джим Хокинс с пиратами поехал на остров. Не знаете, Никита? Понятия не имеете. Зря почитаете. Особенно потрясающий мультик. Остров сокровищ. Теперь вы это знаете. 30-25. Пока впереди ангелы нашей Ангелины Юровой. Ну а на самом деле с ними работает в 69-й школе Олег Наумович Лейнов. Есть такой замечательный человек. Ну а у нас следующий бой. Вперед! Четвертый бой. Гомельщина. Вот обратимся-таки к фактам из истории и географии нашей малой родины. Ангелина. Кто у вас так крылами белыми осеняет нашу Гомельщину? Думаю, я. Вот Ангелина. Земля под ангелинами крылами. Николай. Белый бусел. Бусел Дарья. Ангелина против Дарьи. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ В 1962 году в Гомеле был пущен этот вид общественного транспорта. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну у нас, собственно, не считая такси, маршруток, да? Автобус. АПЛОДИСМЕНТЫ Автобус. Я не комментирую ваш ответ. Дарья, у вас есть шанс. Троллейбус. Троллейбус. Да, вот я и троллейбус появились в Гомеле практически одновременно. Именно в этом городе проповедовал славянский златоуст по имени Кирилл. АПЛОДИСМЕНТЫ Архитектор Джон Кларк, автор проекта этой гомельской достопримечательности. Она в парке. Да? Дворец Румянцев-Паскевичей. Дворец Румянцев-Паскевичей. Я не согласен с вами. Что осталось у нас в парке, Дарья, кроме дворца? Ну? Ничего там больше не видели? Охотничий домик. Охотничий домик, он не в парке. На самом деле там еще стоит великолепный кафедральный собор. Петропавловский собор. Теперь вы это знаете, теперь вы это помните. Играю. В этом городе на Гомельщине мощнейший и современнейший нефтеперерабатывающий завод. Да. Речица. Речица. Никогда не было в Речице завода. Может, Ангелина знает? Пролетала так мимо. Мозырь. А что так не уверенно? Мозырь, конечно же. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ У нас два таких мощнейших и современнейших. Один в Мозыре, другой в Новополоцке. Теперь вы это знаете. И заканчиваем. На гербе этого города Гомельской области рок изобилия. Рогачев. Ангелина, если вы так отвечаете на уроках, то я удивляюсь, почему он до сих пор ставит девятки и десятки. Да, конечно, Рогачев. АПЛОДИСМЕНТЫ 45-30. Ангелина, вы сыграли великолепно. Ну, вы чуть хуже, Даша. Играем следующий бой. Итак, редактор мне делает знаки, что пора начинать пятый бой. Он так и называется. Знаки. Ангелина, кто разбирается в знаках, не только в денежных знаках, но в любых других? В знаках у нас разбирается Надя. Надя. Хорошее имя, главное редкое. Золотой вы наш, Николай. А у нас Настя. Итак, Надя против Насти. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Настя, догоняйте. Поехали. Именно столько знаков в зодиаке. АПЛОДИСМЕНТЫ Двенадцать. Двенадцать? Двенадцать! Удерживаю вас от того, чтобы вы не изменили свой правильный ответ. Двенадцать, конечно же. Играем. АПЛОДИСМЕНТЫ Еще об одном знаке такая детская загадка. Он не произносится, но в слово часто просится. Твердый знак. Твердый знак. А вы знаете, и мягкий, и твердый знак, они оба не произносятся, но в слово часто просится. Типа, я съел на русском языке собаку. В слове съел, естественно, твердый знак, непроизносимый, но он там есть. Браво. Играем. Знак пешеходного перехода дублируется на асфальте именно этим животным. ЗЕБРА Да, она. АПЛОДИСМЕНТЫ Оборудование для борьбы, вот я смотрю в честные глаза лицеистов МЧС. Оборудование для борьбы с этой чрезвычайной ситуацией можно найти по красному знаку с белой стрелкой. Соврать не надо, мне. Что же за чрезвычайная ситуация? Белая... Прошу. Противопожарная? Да, это борьба с против... Да, это противопожарное оборудование, борьба с пожаром. Прекрасно. И заканчиваем. Именно этот белорусский писатель является автором повести «Снак беды». Повесть, между прочим, программная. Изучают ее на белорусской литературе. Это Василь Быков. Ну, таких звезд литературы нужно знать. Теперь вы их знаете. 60-35. Ангелы воспаряют все выше. Золото, видно, сковывает золотые вынаши. Но я в вас верю. Следующий бой. Тест игра. Вперед! 69-я школа. Игроки Ангелина Юровой. Наши милые ангелы. Питомцы Олега Лейнова. Против пятой школы игроков Николая Золотухина. Золотые люди, золотые сердца. А работает с ними Ирина Владимировна Ющенко. А тест игра у нас будет идти по теме оружия. Извлекайте из ножен свои звенящие клинки. Ангелина, кто? На этот тур пойдет Алина. Алина. Великолепно. Николай, золотые вынаши. Наш кинжал Глеб. О! Острющий булатной стали. Итак, Алина против Глеба. Вперед! Итак, оружие. Оружейная палата находится. А. В Москве. Б. В Петербурге. С. В Киеве. Да? В Петербурге. В Петербурге находится монетный двор. Алина, вам осталось два варианта. Может быть, в Москве? В Москве знаменитейший музей в Кремле. Оружейная палата. Браво! Пять очков на подборе. Конструктора знаменитого автомата Калашникова звали. А. Андрей. Б. Михаил. С. Тимофей. А. Андрей. Андрей Калашников. Нет, он что-то другое изобрел. Наверное, купец Калашников был, Андрей. Алина. Может, Михаил? Михаил, конечно, не может. Точно так, но нет. Вот еще пять очков на подборе. Курочка по зернышку. Играем. Оружейник Просперо. Герой книги. А. Три товарища. Б. Три мушкетера. И С. Три толстяка. Три мушкетера. Три мушкетера, да. Атос, Партос, Арамис, Д'Артаньян. И оружейник Просперо носил за ними мушкеты. Прошу. Пускай будет А. Три товарища. Ну, понятно. На самом деле, великолепная сказка Юрия Олеши. Три толстяка о оружейнике Просперо, гимнасте Тибули, девочке Сок и трех толстяках, захвативших власть в одной замечательной стране. Попробуем большую книгу под названием «Библия». Давид, библейский герой, сразил великана Голиафа. А. Дубиной. Б. Камнем из прощи. И С. Стрелой из лука. Глеб. Камнем из прощи. Браво, 10 очков. Был он простой пастух, простое пастушеское оружие, кожаный ремень и камешек. И заканчиваем. Последний вопрос. Последняя дуэль Пушкина происходила на шпагах, на револьверах, это Б, и С на черной речке. Алина. На револьверах. На револьверах, которые тогда еще не изобрели. Глеб. На черной речке. На черной речке смертельно ранен был Дантесом наш великий поэт Александр Сергеевич Пушкин. И еще пять очков Пушкин наш, умирая, принес Глебу. 70-50, уже приличный счет. Проснулась, проснулась пятая школа, зазвенела своим золотом и бросилась в погоню. Слайд-игра, вперед. Любимая игра участников «Эрудит пятерки» – слайд-игра. Что может быть проще? Смотришь на картинку, видишь букву и отвечаешь на вопрос. Кто любит картинки, Ангелина? Катя. Катя любит картинки. Николай у вас? Никита. Итак, Катя против Никиты. Вперед! Начнем мы с выигрывающей. Пока. Команды, 69-я школа. Ну что ж, Катя, давайте я взмахну волшебную палочку и появится слайд на букву «А». Тишина. Полная тишина в зале. Аврора? Нет. Это крейсер «Аврора» ДАС, который своим выстрелом дал сигнал к великой революции. Никита, играем с вами. Байкер. Байкер? Байкер, да, вот классический байкер. Без косухи, без рукавки кожаной. Катя, играем с вами. Да, чисто женский вопрос. А мастера, мужики, небось, знают, как называются эти фигурно вырезанные досочки. А, может, Никита знает? Вагонка. Вагонка, конечно же. Вот чувствуется мужик. Прекрасно, мастер. Играем с вами. Галерея. Великолепно, да, это галерея. Катя, играем с вами. Дегустатор. Да, это он. Никита, прошу вас. Европейские игры? Конечно, вот так. Выгодил их эмблема. Никита жжет. Катя, ответьте. Катя, ответьте. Жаворонок. Да, вот так выглядят рано встающие люди. Никита. Зевок. Зевок, блеск. Я желал от этого зевания. Но это не совсем по-русски. Зевок, это классно. Не совершил зевка наш Никита, блеск. Катя. Увы. Никита, может, вы знаете? А вот так изображается японская иена. Теперь вы это знаете. Никита, играем с вами. Косатка. Косатка, она такая с крыльями, вроде и с хвостиком. Ласточка. Косатка, косатка, а они просто тезки. Никита. Вы ориентируетесь в картинках, наверное, и вообще в понятиях. Зевок меня вообще поразил. Лучше, чем Екатерина. 135. У пятой школы, у золотых. У золотой молодежи нашей. Ну, у ангелов пока 115. Ну, на это есть риск игра, где все еще можно поправить. Риск игра, вперед! Ангелина, милая. Вы знаете, что на решающую игру нужно отправлять самого сильного игрока, самого умного, самого спокойного, с железными нервами, как у нашего капитана лицеистов Алексея. Кто у вас в команде обладает всем этим, но еще и обаянием женским? Думаю, это буду я. Скромно. Николай. Я. Итак, ангел против золота. Вперед! Ангелина Юрова против Николая Золотухина. Капитанский бой, риск игра. Напоминаю, правильный ответ. Плюс 20. Неправильный. Минус 20. Молчишь, ничего не получишь. Играем. Первый бой у нас был. Нам нужна одна победа. От имени Советского Союза акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии подписал этот маршал. Прошелестело по рядам Жуков, 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 Жуков. Да, это был Георгий Константинович Жуков. Исторический момент. Да, историк Олег Лейнов бьет себя по колениям и по другим частям тела. Именно он забыл рассказать об этом своим девочкам. И да, продолжаем. Начнем. Я вам начало, вы мне, Литаря Турай. Первая глава этой книги называется «Мальчик, который выжил». Я намекну, что это первая глава эпопеи из семи частей. Вернее, первая книга эпопеи из семи частей. Тихо, тихо, тихо. Вот не надо мне там рисовать молнии на лбу в студии. Это «Гарри Поттер и философский камень». Как за вас болеют. Я бы просто стоял счастливый, если бы за меня так болели и мне так помогали. Играем. География. Такой может быть и сила, и география. Есть такой вид географии. А сила, она... Физическая сила и физическая графия. Осторожные вы наши. Но если Николаю еще можно осторожничать, он впереди, то Ангелине нужно играть. Гомельщина. Когда он был простым педагогическим институтом, он носил имя Чкалова. А когда стал университетом, то принял имя... Да. С Корына. Гомельский государственный университет имени Франциска С Корыны. Браво, Ангелина! АПЛОДИСМЕНТЫ 135, 135. И вот тут уже Николаю нужно проявить все золотые качества своего характера. Знаки для римлян. Знак победа. Это цифра. Фальстарт. Николай, у вас есть шанс. Пять. Это цифра пять, да! Виктория победа. И для римлян это цифра пять. Чудесистки случаются. Олег Наумович воспрял. Загрустила Ирина Владимировна. Николай, да, нужно было бы как-то отрываться на вопросах про маршала Жукова, про Гарри Поттера. Просто осторожничали. Ангелина, я поздравляю вас. Поздравляю ваших красавиц, ангелочков. И всю 69-ю школу. Наконец-то, наконец-то победа. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну вы знаете, я обычно проигравший команде, что обещаю. Еще раз, мы увидимся еще раз, блестящая, абсолютно равная, очень красивая игра. Я благодарю вас, поздравляю вас с победой. Ну а что я могу сказать зрителям? Как обычно, набирайте новые знания, смотрим пятерку. Получаем десятки, играем! Аплодисменты Редактор субтитров А.Семкин